здравствуйте дорогие друзья нахожусь я на своей кухне сейчас я тут готовлю ужин и решила с вами поболтать на тему своей пенсии которую я затрагивала в своем видео говорила что пенсия мою украл банк вот казалось банк тут ни при чем моем случае хотя читалось я разных отзывов про сбербанк конечно отзывы нелестные но слава богу меня это не коснулась на виноват лишь банк в том что написал мне такой смс что мои деньги ушли на погашение кредита хотя кредита у меня никакого не было и конечно же я стала переживать где же мои деньги вот и они разбирались разбирались где-то неделю и через неделю мне пришел ответ что деньги были возвращены в пенсионный фонд по запросу пенсионного фонда согласно письма такого-то деньги ушли в пенсионный фонд обратитесь в пенсионный фонд что я и сделала я конечно разволновалась начала искать карточку я еще не снимала пенсию у меня там была одна сумма и вот и стала значит я звонить пенсионный фонд позвонила на горячая линия оказывается москва горячая линия и они меня уже так они у меня нет они меня приняли заявку вот и также сказали мы разберемся вот и как оказалось то есть мне потом перезвонили уже с нашего пенсионного фонда и как оказалось деньги были затребованы по причине превышения пенсии на которые я не обратил внимание там было буквально 400 чем-то рублей я думала мне вот это вот какая-то должна прийти единовременная выплата разовая ну думаю может быть причислили к пенсии просто одной суммы не решили выплатить вот ну как оказалось это просто были прибавлены деньги вот которые должны будет прибавить пенсионерам 37 процента что ли по моему 37 и только не работающим пенсионерам и у них как бы на автомате все вот видим всем значит очень много людей пострадал от этого и они с значит деньги сняли не несу не разницу не там следующего месяца например как-то вычли эту сумму нет они решили знать что банка запросить не сообщив ничего не в личном кабинете ничего не было хотя вот когда я оформляла эту пенсию говорили что какие-то вопросы какие-то там ясность все суммы там будут вашем личном кабинете но ничего подобного ничего там не было ни смс ни звонка никакого не было для этой девушки говорю как же вы можете так с людьми обращаться банк значит написал такое прислал такую смс-ку что вот в тупик поставил просто но я думал ну все значит тут снял или банк там что-то напутал или значит кто-то у меня там снял ну думаю если кто-то значит не должна быть такая сумма прям все все до копейки именно вот та которая мне пришла и она же и ушла вот уже чуть только не передумали ну потом уже мы с мужем догадали чтоб на им все таки вот эти вот проценты прибавили и вот это получилось превышение суммы но непонятно почему вот вся она ушла обратно но разобрались говорю как же так можно с людьми то обращаться поступать нельзя же могли бы сообщить ну вот 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 слишком нас там много и значит не смогли они сообщить ну слава богу пенсия моя нашлась и девушка сказал будет перечислено там со дня на день на следующий день так она и получилось пенсию не перевели такой же как какая у меня была начислена ну на том и все проблемы закончились но конечно столько нервов было потрачено просто мы не постижим говорю наверное лучше пенсию ждать на диване что ли но и уже когда мне перечислили эту пенсию я значит давай там с небу быстрее а то опять кого-нибудь понадобится снять мою пенсию или банку или пенсионному фонду вот сходила и сняла ее с карточки ну вот сегодня я всю неделю у меня гостит внук хочу я вам сейчас показать что же я готовлю сегодня у меня сегодня горбуша фольги я вам покажу так вот она у меня в духовке духовку я сейчас уже отключила вот такой фольги я уже ее открывала немного немного там ее под подрумянила но не слишком она тут подрумянилась так по моему только снизу немножко поджарилась и все вот я ее выключила будет она у меня тут теплая и вот сейчас поставлю уже варить пюре картошку почистила и будет у нас сегодня картофельное пюре с рыбой вот так но пока включаюсь так поставила вариться картофель и вот такая вот рыбка у меня что-то было так плохо видно я решила все таки вам показать такая вот рыбка будет у нас на ужин закрою снова ее там перчиком лимончиком полила и лавровый лист положила больше ничего я с ней не делала и поставила в духовке сначала она у меня была в фольге потом я ее открывала вот потом снова закрыла фольгой и поставила в духовку наверное будет вкусно вот здесь сидит мой внук теперь пришел смотрит мультик вместе с сусликом да дима привет что ли всем привет скажи всем привет да что так вот так нельзя мне сесть к компьютеру как он тут же приходит и просит включить мультик не минуты без меня жить не может не минуты да не минуты а не минуты где я там и он играть он у нас один никак не может очень надеюсь он сидит с таким говорящим сусликом сейчас он его выключил а тут целый день болтал этот суслик он пропал не получается велику 있다고 читальящих выпуская смотрю читальщика читальщики